Празднования в честь 78-го годовщины освобождения Калинина стали главной темой понедельника. Одно из последних мероприятий прошло вечером на железнодорожном вокзале. Как известно, именно там, в декабре 41-го года, бойцы Красной Армии водрузили первое красное знамя над городом. Железнодорожный терминал стал одной из точек празднования не случайно. Ведь именно сюда, к старому, а на тот момент и единственному зданию вокзала, 16 декабря 41-го года прорвались бойцы 934-го полка 256-й стрелковой дивизии. В городе Калинина было выдружено первое знамя, красное знамя боевое, непосредственно на старом здании нашего вокзала. Акция, призванная напомнить горожанам о том эпизоде боев за Калинин, и называлась соответствующая. Первое знамя, символизирующее победу. В программе, прошедшей прямо в зале ожидания, приняли участие члены патриотических организаций, а также творческие коллективы. В том числе и оркестр Академии ВКО. Среди зрителей ветераны, простые горожане, ну и, конечно же, пассажиры. Организатором выступила Ассоциация туризма Тверской области, что неудивительно. Ведь вокзал – это важнейший объект, принимающий и отправляющий гостей Верхневолжья. В стратегии развития туризма федеральные вокзалы обозначены, поэтому они всегда были такими культурными центрами, и всегда звучала музыка на вокзале. Музыка в этом зале ожидания будет звучать еще не раз. Совместные мероприятия железнодорожников и Ассоциации туризма продолжатся. Одним из них станет акция в честь 75-летия Великой Победы в мае будущего года.